В Беларуси я один парфюмер, я один создаю запахи. Наши парфюмерные фабрики используют другую технологию изготовления, и им парфюмер в штате, увы, не нужен. Хотя я предлагал. Сожалею, что так происходит. С появлением меня 10 лет назад на рынке белорусском возникло вообще такое направление, как какая-то персональная парфюмерия и персональная ароматизация. И до сих пор никто качественно, хотя я очень надеялся, потому что мне интересен чужой вызов, но только компетентный вызов, а не что-то смешное, когда людей вводят в заблуждение. Такого компетентного вызова до сих пор нет. Я один работаю здесь, но как есть. Несколько звездочетов в моей жизни сказали, что мой приход в парфюмерию был не случай. Другого выбора у меня практически не было. То есть область вокруг красоты, область там, где нужно что-то делать немного руками, но при этом уметь это разобъяснить словами, она моя, вот как раз моя. Я в парфюмерию пришел, ну на первый взгляд это случайно, но как всегда все случайности, они вот закономерны. И это самое лучшее, что могло бы быть. Сначала мне предложили, это в 2000 году, то есть 23 года почти назад, мне предложили продавать парфюмерию. Мы продавали ее оптом. У нас очень хорошо получилось, это была крупная компания и этот бизнес очень хорошо рос. И кормил меня лет 15. Потом мне где-то через пять лет стало просто уже неинтересно. Я стал искать в парфюмерии, что же мне было бы здесь увлекательного, чтобы не уходить из отрасли, но при этом делать что-то за пределами простого перемещения емкости из точки А в точку Б с какой-то прибыльной составляющей. Я встретил учителя, наставника. Вообще я сейчас уже понимаю, что мне всю жизнь ведет с учителями и это безумно круто. Евгений Викторович Пак, обладающий талантом раскрывать людей, талантом раскрывать таланты. Это кореец, здесь проживающий в Белоруссии. Он показал мне мир парфюмерии, он познакомил меня с Софией Гройсман. София Гройсман это Феррари в области парфюмерии, это мы безусловный мэтр. Вот посмотрите, Нью-Йорк Таймс, эмигранты, гордость Америки. Всего 40 человек. 40 человек. Здесь Эндрю Карнеги, различные физики, IT, химики из разных областей. И среди них парфюмер София Гройсман. Белорусска. Понимаете? Среди иммигрантов со всей Америки выбрали 40 человек. Мне удалось у нее поучиться. Более того, мне удалось сделать здесь несколько выставок парфюмерных, связанных с Софией. И самое главное, привезти ее сюда в гости. Это было чрезвычайно сложно, вы не представляете. В тот день, когда мы ее везли сюда самолетом, она должна была прилететь. В Париже забастовали работники аэропортов. Это была просто катастрофа. А у нас презентация завтра аромата по ветру в Белоруссии. Все превозмогли. София приехала, презентация состоялась. И был стране предложен аромат, аромасимвол Белоруссии. В мире, по-моему, только две страны имеют аромасимвол ароматический. И мы одна из них, представляете? И этот аромат создан не кем-то, а мэтром, безусловно, признанным во всем мире. Но у нее очень много бестселлеров. Самые известные это Трезер Ланком и Перис и Сен-Лоран. Все. То есть вот эти два аромата, где даже говорить больше не о чем. Но есть еще Алия Парфюмерной Славы, где 25 лучших ароматов собраны. Вот 25 из всего безумного множества. И 4 из них принадлежат нашей соотечественнице. Представляете? Трудоголик. Ну, вот она у меня и наши фотографии. А вот фотографии ее с Лорой Буш, где она создавала персональный аромат для Лоры Буш, для жены президента. Сейчас мы с вами... Я использую уже готовые полуфабрикаты, которые здесь мне просто значительно здорово упрощают жизнь. Мы сейчас сделаем аромат Уайт моей авторской коллекции. То есть это запас, который мне позволяет при появлении заказчика достаточно быстро работать. Для него уже готовый аромат. Вот мы сделали концентрат нужного объема. Осталось растворить его в спирте. Сейчас добавить его в нужном количестве. И желательно не делать никаких ошибок, потому что любая ошибка вынуждает к пересчетам. Теперь хорошо бы, чтобы аромат немножко постоял, но по большому счету это не очень важно. Он практически готов. И вот эту Уайт Байват Риконов я сейчас могу поместить уже в любой свой флакон соответствующего размера, как у меня заказал пользователь. А теперь моя задача сделать во флаконе распылитель. То есть мне нужно закрыть его, надеть кольцо, запрессовать вот таким образом. Много такого ручного труда. Но плюс еще, конечно, мне это надо красиво упаковать в какую-нибудь бумагу тишью, в красивую крафтовую коробку с брендом. Потому что визуал очень важная часть нашей работы. Без этого никуда. Для всех открыл такую нишу и такую услугу, как персональная парфюмерия. До меня в Беларуси такого не было. Сейчас в области запахов на сегодня у меня столько необычных проектов. Ну, например, я делал парфюмерный танец. Представляете, зрители сидят в зале, там 10 рядов. И их по очереди окатывают разные волны запаха. Я придумал, как это реализовать. Не сложно. И на 10 ряду люди сидят и чувствуют, о, сирень пошла, о, малиной запахло, о, свежей травой запахло. Понимаете? Для меня это было, ну, какое-то... Это когда себе ставишь цель, и нужно до нее добежать. У меня был такой интересный случай. Я год или два ходил с идеей создать что-то такое парфюмерное, что вошло бы в реестр рекордов. На тот момент ничего иного, кроме самого большого флакона в мире, я не придумал. И в какой-то момент я познакомился с Эдгардом Запашным. И он поддержал эту идею. Для него это было какое-то привлечение к его деятельности. А для меня реализация парфюмерного проекта. И мы изготовили самый большой действительно на тот момент флакон в мире. 160 литров. И заполнили его ароматом. Он был представлен публике. Для меня это было... Ведь это же не коммерческий проект. Для меня это было просто реализация каких-то внутренних желаний, порывов, страстей, если хотите. И я это сделал. Мне приятно, что фамилия моей семьи, фамилия моих детей теперь есть в реестре номинантов рекордов. И, уверяю вас, это не последняя моя идея. У меня есть еще что сделать такого, что прописало бы белорусов в области парфюмерии в аспектре рекордов. И я это сделаю. Почему мы пользуемся ароматами и почему мы их на себя так активно наносим? Мы очень жадны до любви, до чужой любви. И нам все ее мало. Понимаете? Нам хочется этого внимания, этого восторга, этих эмоций, когда тебе готовы поклониться. О, великий! Помните, как ему поклонялись на площади? Мы, то есть, бессознательно мы в поисках вот этого. До сих пор обращаются о воссоздании ароматов прошлого, 70-х, 80-х годов. Чаще всего, не всегда, но очень часто, это уже, увы, невозможно. Нету тех ингредиентов, из которых те ароматы воссоздавались. Да, они были значительно более концентрированные. Раз. И в них присутствовали в больших массовых долях те компоненты, которые сегодня вообще не используются. Либо используются в значительно меньшем объеме. Если мы возьмем с вами касториум, то, что у нас называется бобровой струей, так он явно чувствуется в ароматах Жозе, Черная магия, опиум. В сегодняшних ароматах касториум используется в мизерных дозах. Мы не готовы носить на себе такие плотные запахи. Они сегодня не будут приняты социумом. У нас, ну, давайте назовем это другая мода, другие тренды. Мы же вообще сейчас переполнены шумом различной информацией. И поэтому сейчас востребованы более легкие ароматы и более гладкие. И для вам, для понимания, нам было бы некомфортно сейчас каждый день ездить в автомобиле 70-х годов. Нам постоянно что-то мешало бы. Точно так же и в парфюмерии, отражающей вообще всегда состояние социума, так или иначе, в парфюмерии существуют сегодняшние тренды, сегодняшние направления. Вот, например, объявляют, что следующий год символизируется таким-то определенным цветом. Поверьте, этот цвет найдет отражение в парфюмерии в виде дизайна и в виде ощущений, потому что каждый запах имеет свою цветовую окраску. Запах свежескошенной травы – он зеленый. Запах фиалки – он желтый. Запах апельсина – оранжевый. Мне здорово повезло с родителями и с семьей, и вообще с родом своим. И, конечно же, я очень горжусь своей фамилией – Рекунов. Это редкая в Беларуси фамилия, всего две семьи, хотя в России таких очень много. Дед Рекунов Николай Федорович прошел всю войну с момента призыва до конца войны. У него есть фото на ступеньках Рестага. Он почетный ветеран Тамбовской области и всегда много рассказывал о том, как они двигались в Берлин. Дедом очень горжусь. Дед был очень уважаем на свои улицы. Знаете, у них были такие старосты улицы. И все к нему, к его мнению всегда прислушивались. Отец Николай Николаевич Рекунов, он был инослужащий. Очень люблю своего отца, ушедшего 8 лет назад. И тоже горжусь очень его фамилией, его именем. Представляете, мой отец лично возил на параде на Красной площади маршала Советского Союза в том самом кабриолете. Представьте себе, какой был выбор, когда к этому параду готовились. И я помню, как мы с мамой смотрели отца в телевизоре, и она говорила, смотри, смотри, вот это папа ведет нашу машину. Прожил почти 40 и сделал очень много полезного. То есть руками он был великолепный кулибин от реверных украшений до... Ну вот чтобы вы понимали, в 10 лет они детьми, детьми, ну и послевоенное детство, где-то в поле нашли часть и сделали настоящую пушку и ею выстрелили. Представляете? Говорит, рассказывал, что бежали оттуда просто со страшной силой после этого выстрела. Руками мог сделать все, железо гнул просто как пластилин. И даже освоил компьютер и восстанавливал мне ноутбук, представляете? Горжусь очень отцом и скучаю по ушедшему. Мама учила нас любви, учила тому, что нужно сохранять то, что имеешь, особенно взаимоотношения теплые. И я благодарен ей и сейчас изо всех сил стараюсь воздать, воздать изо всех усилий, которые она вложила в детей. У меня шестеро своих детей, а девять всего с моей третьей супругой Аленой. И всегда у меня было много любви для тех, кто рядом со мной, для родителей моих жен, для близких их. И я всегда действовал с позиции отдать, подарить, уделить внимание. И никогда с позиции эгоистичной, что я получу в обмен. Никогда. Сейчас есть шесть маленьких рекуновых, двое из которых старших вообще на других континентах уже бороздят. Когда твой сын выучил китайский, понимаете, вот этот язык китайский выучил настолько, что преподает его. Захар на островах, фрилансер. Но эти четверо малышей от шести до 14 лет, разные пока растут. Дети, это вкусно. Это радостно. Дети, это вкусно.